Из Петербурга в Раменское. Производство по изготовлению различных электронных компонентов широкого профиля, в том числе и для пожарных, сигнализаций существует с 2001 года. Теперь оно перебазировалось сюда, в конце 2017 года. Администрация Раменского района помогла с арендой помещения, и работа закипела не хуже, чем в столичных предприятиях. Производство очень высокосехнологичное, хочу сказать, высокоавтоматизированное. Работает здесь 142 человека, причем большинство из них наших жителей, что для нас особо ценно. И вот сегодня мы действительно посмотрели весь цикл производства. Он занимает небольшую площадь, но объемы производства впечатляют. В этом году они должны выйти на 2,5 миллиарда отгроженных продукций. Это очень серьезный объем. Питерцы и москвичи, теперь они приезжают к нам в Раменское трудиться. Достойные зарплаты, условия труда, коллектив, здесь все это есть. По словам приезжих сотрудников, в нашем районе, по сравнению с северной столицей, даже особый климат царит. Сегодня предприятие работает, выполняет полностью свой производственный цикл, обеспечивает рабочими местами с достойной зарплатой, порядка 40 тысячей средней зарплаты. Поэтому, в общем-то, даже это позволяет создать такие условия, чтобы сюда приезжали из Москвы работать. Порядка 50 человек приезжают сюда из Москвы ежедневно на работу к нам в Раменск. Не наоборот, как у нас обычно это бывает, а вот сейчас так. Да, я приехала из Питера, то есть я изначально работала в этой же компании, только в филиале в Питерском. А сейчас, по счастливой случайности, переехала сюда. Вы не пожалели, что переехали сюда? Пока нет. Нет, здесь классно. Здесь нравится. А что именно нравится? Ну, на самом деле, по сравнению с Петербургом, здесь экология гораздо лучше. Ну, по мне так, там очень сыро. Основной костяк сотрудников – это жители Белоозерска. Нужда уезжать в Москву и Питер отпала. Теперь живут в родных пенатах и работа у них под боком. Мы работаем пятидневку, вот, с восьми до пяти вечеров. Ну, работа требовательная, тяжелая для некоторых людей. И, соответственно, здесь нужно мышление. Ездить далеко не надо, рабочая, зарплата меня устраивает. Рабочее время тоже устраивает. В общем, здесь хорошо работают, приятно. Коллектив хороший. Предприятие работает круглосуточно. Основной состав трудится в режиме пятидневки. Восемь человек посменно, на участке автоматического монтажа. Здесь, в Раменском, теперь сконцентрированы основные производственные мощности и административный аппарат. Я впервые здесь, посмотрев, здесь такое производство. В общем-то, можно говорить, что вот именно за таким предприятием будучи, такие предприятия нужно поддерживать. Здесь очень серьезное оборудование стоит, которое производит именно платы. И, конечно, здесь выживался целый персонал. В то время, когда офис находился в Москве, я ездил, соответственно, в Москву на электрозаводскую, в станцию электрозаводскую. Как только совершился переезд, сложилось так обстоятельство, что, конечно, немножко неудобно ездить в области Москвы. Но я не смог оставить свою компанию. И, соответственно, каждый день приезжаю сюда. Компания выпускает продукцию по заказу разных предприятий. В данное время основной – это трекеры «Платон». Они устанавливаются на большегрузные автомобили для взимания и платы за ущерб, которые те наносят автомобильным дорогам. Трекер подназначен для снятия геоданных, то есть позиционных данных перемещения транспортного средства и передачи его в центр обработки данных. На основании этих данных составляется граф движения автотранспортного средства. Этот граф высчитывает федеральные дороги, по ним тарифицирует расходы и начисляет плату перевозчику за нанесенный ущерб дороги. Лучший способ представить будущее – создать его. Таков слоган предприятия. Они творят востребованную отечественную продукцию здесь и сейчас. Андрей Пластунов, Елена Цыганова, Антон Карташов. Для программы «Городские вести».